Я читаю такое место. Это Езекииле, 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, который бы поставил стену и стал предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Вот Господь говорит через Езекииле, это за Иерусалим идет речь, говорит, «Я искал человека, который бы построил стену и стал за этот народ, чтобы я не погубил его, но не нашел. Итак, и залью на них негодование мое, огнем ярости моей, истреблю их, повеление их, обращу им на голову, поведение их, обращу их на голову, говорит Господь Бог». А если бы нашелся человек, который бы все же стал за этот народ, возможно, ситуация бы изменилась, не злил бы Господь это за то, что они неправильно жили. Вот мы слышали это слово «Искал я человека», Господь искал человека, Он всегда ищет. Мы сегодня слышали записку с сестрой Наташи, что ищет тоже людей, которые бы помогали, помогали те, которые стояли бы в пролом. Сегодня тема моя, именно, что Господь ищет людей, как Он искал и раньше. Вот вышел Иисус на служение и первым делом принял служение, прошел 40 дней пустыни, выходит в силе Духи Святого и ищет себе учеников, ищет тех, которые бы это служение продолжили. Нашел он апостола Павла, когда он шел в Дамаск, и первым делом научил Павла, как правильно жить, а потом Павел находит людей, которым бы мог передать это. И вот об этом одном человеке, которого Павел нашел, это Тимофей, я хотел бы сегодня именно немножко коснуться, потому что это очень важно, важно для нашей Церкви сегодня. Господь ищет и сегодня людей. Господь и сегодня нуждается, чтобы в Его Царстве были те труженики, которые бы Его дело делали правильно. Я считаю сегодня это, брат Руслан читал некоторые стихи, но я считаю их еще раз. Это будет 1 Тимофея с 3 главы, 8 стиха и ниже. Диаконы также должны быть честны, не двуязычны, не пристрастны к вину, не коростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И также надо прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Вот на этом стихе я бы хотел остановиться и сегодня порассуждать о нашей Церкви. Мы знаем, что сегодня мы уже заполняли анкеты, чтобы найти тех братьев, которые бы взялись за служение, чтобы наше служение все же улучшалось, улучшалось и чтобы люди спасались. Церковь для этого на земле, чтобы спасать людей. И вот апостол Павел, сегодня этот стих читал, Руслан, говорит, чтобы ты знал, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем, чтобы, если я замедлю, чтобы ты знал. И вот Тимофей он учит, чтобы он поставил этих пресвитеров, епископов, диаконов. Но есть законы, которые должны соблюдать, кого надо поставить. И вот Тимофей, чтобы ты знал. И вот такое качество, говорит, диакон должен быть честный. Диакон должен быть честный. Слово «честный» это, ну, все же понимаем, что такое честность. Вот скажите, особенно те, которые читали Бытье. Братья продали Иосифа. И пришли домой, показали одежду отцу своему и говорят, «Отец, не сына ли твоего одежда, вымазанная в крови?» Так как отец сделал эту одежду, он узнал ее, еще он сказал, конечно, сына моего. И плачет отец один день, месяц плачет, год плачет, больше плачет, а сыновья молчат. Скажите, честные были, ребята? Одиннадцать братьев, вот ни один, знает, что продали. Ни один не сказал, отец, ну хватит, уже не плачь, мы продали, мы глупость сделали. Ни один. Прошли года, ни один не сознался. Вот такой дьякон не должен быть. Павел говорит, Тимофей, дьякон быть должен честный. Следующий, недвуязычный. Недвуязычный. То есть, одному говорит одно, другому другое, третьему третье. Разный язык, каждому человеку. Так не должно говорить, дьякон не должен быть таким. Не пристрастен к вину. Мы сегодня слышали свидетельство, как попадают люди. Чуть-чуть начинают, окончают очень серьезно. И вот, говорит, дьякон не должен, не должно вину у него быть. Никак. Никак. Не корыстолюбив. Корысть это такое тоже, ну, что любит? Деньги, чтобы заработать. На всяком деле заработать. Правдами и неправдами. Чтобы заработать. Вот, говорит, такой не должен быть, который за деньги может все продать, как Иуда. Например, увидел Иуда, что Иисус один раз отошел от тех, которые хотели побить его камнями. Ну, думаю, можно же продать, и в то же время Иисус отойдет. И взял, продал, потому что любил деньги. Так вот, дьякон, говорит, не должен быть таким. Не корыстолюбив. Таинство веры в чистой совести. Чистая совесть должна быть. То есть, какие бы случаи ни были в жизни, человек должен быть честным, чистым. Совесть его должна быть свободна. И муж одной жены, управляющий дитями и домом своим. Правильно, управляющий дитями и домом своим. И вот интересное вот это выражение. Муж одной жены. Об этом очень много говорят. Ну, раньше же две жены, можно было три жены. Из-за этого вот Павел говорит, ну нет. Вот дьякон должен быть, чтобы только одна была. Ну, а если умерла? Ну, тогда можно. Потому что, опять же, одну возьмет, не две возьмет. Но я хочу прочитать один стишок и порассуждайте. Вот Тимофея, пятая глава. Здесь Павел тоже, Тимофея, пишет о вдовице. Вдовица должна быть избираемой не менее как шестидесятилетняя, бывшая женой одного мужа. Как это понять? Бывшая женой одного мужа. Вот Христу привели такой пример. Вот была одна сестра, вышла замуж, умер у ней муж. И не осталось детей, то есть не было детей. Ее отдают брату, потому что в законе было написано, что брат может восстановить семя брату своему, взять ее в замужество, чтобы у ней были дети. И семь братьев брали, по очереди умирали. И вот Иисусу задают, чья она будет женой в царстве? Так теперь вопрос, скажите, ее имели семь братьев? А она имела семь братьев или нет? Конечно, конечно, что она имела семь братьев по закону, так как у нее не было детей, ее брали. То же самое, если и она имела семь братьев. Так вот, апостол Павел говорит, дьякон должен быть муж одной жены. Сегодня очень много спорят об этом в цихе, но я твердо верю, что этот цих говорит, как гвдовицы, которая имела одного мужа. Вот может же в Израиле сразу женщина иметь двух мужей? Двух жен один муж имел в Израиле. А одну жену, если двое имеет, это блуд, это пролюбодеяние. Так вот, если вдовица, истинная вдовица, она имела одного мужа. Мы можем посмотреть на книгу Иудив. Иудив, она прожила с мужем очень мало времени, и осталась вдовой. Ей было предложение выйти замуж, но она не согласилась, она осталась верна мужу своему. Вот о таких, Павел говорит, одному мужа она имела. Пусть Господь поможет нам сегодня, что дьякон должен быть муж одной жены. А если случается трагедия, ну, жена умерла, что должен дьякон делать? Жениться? Конечно, он имеет право, но служение он должен оставить. Потому что есть другие люди, которые могут вести служение. Так вот, апостол Павел Тимофеев писал, чтобы люди знали, как поступать в этих случаях, даже если случится, что муж одной жены. И, конечно, сегодня я хотел бы обратиться к женам. Посмотрите, за жену мы читали, она должна быть тоже честной. Вот жена дьякона или пресвитера должна быть честной. Качество чистоты, честность должна в ней всегда. Не клеветница. То есть язык в ней должен быть очень аккуратный. Ни клевета никакая, никакие разговоры, чтобы не были. Это очень сильная, так сказать, заповедь, чтобы жена дьякона, пресвитера, служителя была очень внимательно, наблюдала за своим языком. Трезвая. Вот слово. В слове употребляется трезвость. Как его перевести на русский язык? Наверное, это бодрствующее и бдительное. Она знает, что ее муж служитель в церкви, и она бдительно жизнь свою ведет. И верна во все. Верна своему мужу. И, конечно, мы сегодня слышали, брат Руслан говорил, за приличное одеяние. И только вопрос задается, только жены пресвитеров и дьяконов должны одеваться прилично? Или, как христиане мы должны одеваться прилично? Конечно, ответ один. Как христиане мы должны одеваться очень-очень прилично. Даже не когда мы дьяконы, не когда мы пресвитера, а когда мы члены церкви Христовой, мы должны очень быть внимательны к своей одежде, внешней, и, конечно, наблюдать за своими словами. Вопрос у меня, конечно, теперь к детям. Вот мы прочитали, что у дьякона должны быть послушные дети. Послушные дети. И он должен управлять домом своим. И вопрос. Вопрос детям. Вот дети, а вы хотите, чтобы ваши родители или ваш отец был служителем церкви, дьяконом церкви или пресвитером? Вот, ну, честно скажите, дети. Вы хотите? Я одному так задал вопрос юношу, он говорит, не хочу. Почему? Да потом с меня требовать будут много. А я говорю, а когда ты член церкви, разве с тебя не требуют? Ну, он говорит, ну, с пресвитера тогда с меня больше стружку снимать будут. Понимаете? А вот дети, вы хотите, чтобы ваш папа был дьяком церкви или служителем церкви? Если вы хотите, вы должны быть послушны. Послушны родителям. Это принесет благословение вам и вашим родителям или вашему отцу. Вопрос к женам. А вы, жены, вы хотите, чтобы ваш муж стал служителем нашей церкви, поместной, дьяконом или пресвитером? Ну, честно сказать, вы хотите? Я знаю, многие жены хотят. Так вот, чтобы ваш муж стал этим, чтобы его избрали, очень много надо сделать. Надо изменить характер, некоторые вещи изменить. Секрет такой я вам расскажу, жены, послушайте. Вот хороший брат нашей церкви, да? И говорят, ну, надо же его выдвинуть, он же хороший брат. Он хорошо себя ведет, правильно, может сказать слово. Но, говорит, не подходит, жена у него неправильная. А есть наоборот, жена хорошая. И говорят, вот сестра хорошая, вот подходит она, вот чтобы... Но муж ее не подходит. Не можем мы его избрать. Даже семья хорошая, дом хороший, дети послушные. он не подходит. Так вот, мы зависимы друг от друга. Если мы хотим, что наш муж, наш отец служил в церкви, мы как дети, как жены должны быть очень послушны Господу. И, конечно, братьям, особенно те, которые хотят что-то делать в церкви, вопрос к вам. А вы хотите? Вы хотите, чтобы что-то делать в церкви, чтобы не просто сидеть на лавке? Я знаю, что есть некоторые, которые хотят. И это хорошее чувство. Хотеть служить Господу. И не просто, а служить и людям, как вот сестра рассказала. Людям служить, спасать людей. Так вот, у вас вопрос, чтобы вас избрали, вы должны тоже много постараться, чтобы ваш дом был в порядке, чтобы дети были послушны, чтобы вас увидели люди, и чтобы Господь расположил сердца людей. Сказали, вот этот примерный брат, мы хотим, чтобы он в нашем служении, в нашей церкви вел какое-то служение. Мы сейчас будем молиться. Но в нашей церкви большая нужда об этом. Большая нужда, чтобы все же было устройство в церкви, чтобы были те братья, которые стояли на своем месте. И правильно стояли. Чтобы дьявол не имел вот этого доступа. Смотрите, Моисей хороший был брат, хороший служитель, да? Но дьявол вот нашел одно место, когда он чуть-чуть неправильно сделал, и Господь сказал, не проявил святости. Не явил святости. Ударил по скале и не перешел через Иордан. Чтобы дьявол вот этого места не находил в тех братьях, которые становятся на служение. Мы об этом сейчас будем молиться. Давайте об этом будем молиться, чтобы Бог нашел этих братьев. И братья встали в пролом за народ Божий. Давайте об этом помолимся. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова